ребятки всем привет всем приветище сегодня мы приехали на выставку охота и рыболовство на руси сейчас будем искать место где нам припарковаться бы бы тут вообще беда с этим это ладно мы хоть электронные билеты купили о о я нашел место еще нашу крошку здесь надо припарковать же мишку не задавили что пошли вот тебе спасибо дружище ну все ребят мы пробрались пойдем смотреть что здесь интересного в общем то у нас нету цели сделать какое-то кино специально но мы сами хотим погулять посмотреть может какие-то снасти для себя купить если что-то будет интересно и мы вам покажем все показывать не будем смысла не для того чтобы увидеть все надо сюда приходить даже если рыбы нету так даже если рыбы нету рыба ловится все равно смотри сапоги я смотрю о кстати баллоны видел вот эта тема классно вот эта тема фаргаз вот таких пар баллончик я бы купил на зарпании на красоту пошли белка кубин поживем червяки протеи разноцветные червяки добрый вот где они как они подросли мы прошлом году их видели подросли нет о подросли вижу он он федька вон колька мы в прошлом году всех встречали очень активно очень активные на вы походу всю зиму на турниках заставляете заниматься ворум фарм ребят кому надо таких они же разные цветов за или вот эти только крашеные это и вот специально ну корму а это натуральные да вот здесь микс разного размера есть мелкий смотрите да замечательно череки у вас же есть в принципе доставка да ну какая вызывает пожалуйста у нас youtube канал если только запишите у меня нет визиток все ребята ну что ж мы проверили червяков здесь живы здоровы с прошлого года здесь сидят это выставочные поэтому их никуда не отпускает они даже трюки умеют делать смотрите сейчас выход вам покажу вот такие червяки еще такое могут оба я им конечно помогаю помогаю тут уже слухаю ничего не скажешь всего-всего хорошего до свидания мишаня видите накупить решил блесен себе в этот раз сейчас мы найдем блесна жор нет для этих для аналимов у них там есть хорошие блесны и когда бы не знаю пока у нас есть сапоги вроде нормально служат менять не будем может быть у него новой шарики место а только что такая стойка есть по 50 есть там по 3 вот такая вот это где-то по 55 вот ребят вы не раз спрашивали какие мы холодильники используем это холодильники вот как раз индол б у нас используется вот такой вот один холодильник опа так подождите 65 вот этот наверное да да вот такой холодильник мы используем один и второй для летнего для зимнего времени используется сейчас я вам покажу 18 литровый вот такой холодильник да вот такую вторую нас ездит уже лет пять на на пользуемся прекрасно работает так что вот таким ли марсе и покупали даже скидочку нам выдали там на доставку насколько я помню вот хорошие холодильники так что рекомендуем вот кстати это видео опять у нас идет формате 4к более лучше можно рассмотреть все но это при условии того что мы будем что-то показывать пока не вижу что показывать поэтому просто машем камерой влево вправо вот смотрите ситуация для тех кто имеет лодки я горная цепь александр называет устройство предназначен для освобождения корень из всех зацепов и он будет для помощи то есть вот ваш якорь попал в зацеп вы его просто тащите когда вы не тащите в при превысили усилие да когда у вас это вот по паре по порядку вы опять его берете заряжаете на какое усилие срабатывает этот соцепт значит они выпускаются разных моделей здесь усилие 20-40 30-60 килограмм если у вас вот очень большая да то есть вот модель она работает в ручном режиме в ручном режиме она выдерживает у нее нагрузка в работе от нуля до полутора тонн и она вообще не расцепляется веревку лопает он вообще не расцепляет а расцепляется он здесь с помощью дополнительного карабин не ну такое такое наверное не нужно это как раз очень хороший вариант не зря так умные потому что зацепы не так часто а достать карабин это не так долго достал бросил а он не постоянно находится то есть он поцепил его сбрасывать сбросил убрал опять то есть там нету то есть вы эксплуатируете как обычно но если когда зацеп достали мы потратили 5 минут и я понял ну кстати да тоже вариант он не так удобный но зато он держит он точно не сбросит да он не сбросит если потянет ветром ночью там или еще что то то есть он намертво держит намертво держит да это тоже интересный вариант полторы тонны то есть лодку в лодку можно воздух поднять даже трех тонн вот ребят кому интересно это стало да все таки я знаю что нас смотрят много и водномоторников то есть вот такие якорные отцепы abk.com.ru модель краб я наверное себе потом возьму такую попробую и вам расскажу как это работает ребят возле фидерных кормушек знаете кто собрался фидерасы фидерасы мы оттуда убежали ладно не дуйтесь это шутка такая полет как и вас в россии что где мы собираемся ловить рыбу чего можно просто любую палку от березы отломать можно но это приятнее держать да ну можешь ручку купить так может пробовать мишка карповые фигурки будьте спробовать а какую температуру мишка до минус 30 активно может быть 52 рубля а что он полуконгес там получается а приветствую дачи спасибо приятно видеть своих подписчиков среди то царство ножей разбираем так мы нашли где ножи будет сейчас может кого-нибудь встретим это не отсюда я привет у нас снимают скрытые камеры на всем привет ребята нормально его работает мешка у вас вода-то хоть теплая а тут целый день так ставите на не промокают замечательно чуть больше 22 чуть больше 20 минут понятно вот ребят посмотрю я взял контакты может быть возьмем себе фотоловушку именно для того чтобы в интересных местах делать какие-то видео приходят животные бывает что остается еда какая-то после дневного лагеря и на ночь мы можем где-то там метров 200 от лагеря класть может кто-то будет приходить хотя бы даже ежики уже весело будет интересно да мишань уже не мир ежиков очень полезно до мир ежиков вы знаете какой куху мозг взорвать можно о рыжая лодка вас наш формат до присяднишь хорошо лишь как замечательно посиди все ребят вот купили себе еще клея для того чтобы клеить колеса на вездеходе прекрасно работает ты принципе все клеить замечательно спрашивали у меня где он как он вот он ультрафикс ребят для поездки на каньер на гуся мы наверное возьмем себе вот такую штуку я уже пьёс на самом деле в чем ее прелесть она маскирует и отражает то на чем она стоит то есть поставили намок на зеленый она стала зеленой поставили на песок она стала песчаный имеет вот этот угол развал он дает отражение поверхности на которой он стоит далее мы прятаемся сидим на ящичке наблюдаем за птицей и достаем листер надо пробовать вот о чем я и говорил маскировка на ландшафте собственно здесь она тоже замаскировалась поедем на канину таких с палаточками недельку дождик польет пока как есть ребята все спрашивали какой вездеход себе мишаня подбирает вот потихоньку примеряется говорит не хочу я балдеть буду привознемогать и палатку мы сейчас подберем на выставку вебасту мы же сделали и на самом деле для своих целей и задач очень хороший даже не знаю квадроциклом его не назвать но здесь не вход но у тебя коробка автомат и чей тут движок тойотовский полтора литра тойота мосты сузуки джимни но кстати до восемнадцатом году выиграли ладоги ребята на этих вездеходах учете понравилось шлась давай поедем на канина поехали я договорю вот вездеходы сокол в принципе единственное что мы нашли тематическое на выставке давайте немножечко попросим рассказать про эти машины как-то мы их обходили вниманием до этого выпускаем данную модель лет пять уже наверное вы выросли грубо и за провода когда перестали пускать сделали фу машину начали ездить первое такое у нас это ладога когда вы видели первое второе место сразу с первого заезда и дальше вот развились уже в несколько моделей могут решить сами ездить какая цена сейчас вот на эти машины 500000 то есть она 100 лет от на этаже меня от 500000 то есть вот данная модель который был про то есть новости к мостах блокировками дисковыми тормозами то есть все кроме двигателя новая базовая 950 документы документы с документами сайм все есть проблем да он интервенционный спор никто не было не делал ребят вот сейчас я поговорил возможно соколы тоже примут участие в нашей поездке на мыска не нос пока еще не известно но сказали что будем думать было бы интересно посмотреть машину в деле сайт пилот 54.ru заходите смотрите подробности кого техника заинтересовала скажи же миссу ведь недаром гальстрим стоит видишь опять рыжая лодка елки по и манят они нас а как манят нас рыжие лодки до рыжие лодки нас преследуют рыжие палатки до рыжие лодки вот кстати лодку мы себе будем смотреть с надувным дном о будут решили смешание чтобы нам не заморачиваться больше со сборкой днищ всяких да возьмем лодку с надувным дном да тем более с нашим мотором электрическим там пофиг как она там глиссирует или не глиссирует или чаще если происходит главное чтобы было удобно Полгода прям гараж Сейчас на выставке Смотри, какое наполнение интересное Трансформироваться не дают в клееные нити Получается седуха такая модная Ну-ка, 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 ну-ка Подожди, вот она как раз с надувным дном На этой модели еще установлен удобный веревочный рундук Как на то и вот, для того, чтобы можно было положить там бак, какие-то вещи Ну так как вы на электромоторе, они у вас по кокфиту болтаться не будут А вообще, вот те, кто под моторами ходят, такое очень хорошее, удобное решение Здесь еще дополнительно, кстати, уже установлены в держателе спиннинга А под троллинг, да, ну, просто для перевозки, для троллинга, чтобы они не болтались Также вот эти липучки используют для каких-то удилищ Если, например, на производстве заказывать, вот, то вообще можно индивидуальной телекочкой заказать любой диаметр, там, для подводной охоты А исполнение в таком цвете, возможно, лодка? Есть такой цвет, да, цвета Вот у нас цвет канала, в принципе, идет, ну, то есть у нас подбирается все в этом цвете Ну, из космоса разговариваем Да, то есть мы, в принципе, ни от кого не прячемся, да, но найти нас будет гораздо меньше Чтобы не потерялись, да Да, если есть оранжевый цвет, желтый цвет яркий есть Ну, вот, классик, классик это свет, серый, красный, вот такой цвет ярко-красный Такой тоже можно, да Такой тоже можно Тоже не забыли вам по брелочку Ну, вот, спасибо Можно, кстати, в качестве поплавочка использовать Кстати, да, не тонет ключик, да? Не тонет, да, замечательно Вот, чтобы в шерпе у вас было туда горячую кружку поставить Спасибо Спасибо Ну, вот, ребята, это был производитель X-Liver Bots Вот такие лодки Мы будем рассматривать приобретение подобной лодки для своих нужд, для рыбалки на лесных озерах, каких-то на реках Для того, чтобы мы могли приехать на вездеходе, надуть ее и походить под электромотором, половить Это патентованная у вас лодка? Запатентован способ изделия этой лодки, то есть соединение дна с баллонами и с пластиковым интерцептором А расскажите нам вот про эти вот как раз нити, почему он такой твердый получается? Ну, это материал Drop Stitch в простонародье IRD Соответственно, вот такое натяжение внутри и упругость создается благодаря вот этим нитям То есть высокое давление между ними, а нити держать не дают ему деформировать А нити не дают растянуться Вот, мы его раскачивали до, и вот я лично раскачивал до одной атмосферы Переезжал ее машиной, Quajero Sport, вообще никаких воздействий негатив Ребят, ну вот посмотрите, да, компания Xriver вот такие интересные лодки производит С дном высокого давления То есть кому интересно, заходите на сайт xriver.ru Это называется бутик Это надувная накладка на банку, которая позволяет регулировать высоту и жесткость посадки Вот, значит, попрошу протестировать Ну да, уже можно... Слушайте, ну, как говорится, на любой зад Не то, что на кошелек, это уже не модно, на любой зад Здесь стандартный клапан, который устанавливается в лодке, поэтому вы можете накачать насосом У нее, опять же, вот кто ходит экспедиции, в чем плюс? Когда вы ее сдуете, у нее, видите, какой транспортировочный вид? Пять миллиметров почти А когда вы на лодке сидите, и вдруг слишком сильно приспустили, чтобы не доставать насос, вы можете накачать ртом Ртом качается, да? Да, полностью спущенная баночка, ну, зависит от размера Накачивается примерно 6 выдохов, то есть берешь не в засос Я вам скажу по секрету, Владимир за 48 выдохов лодку накачивает, 360-ю Ну что ж, пойдемте дальше, будем смотреть, что еще есть интересного на выставке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, хвастайтесь Ай! Привет! Я уже думал, не будет. Будет? Как не будет? Все будет. Мы думали, вас не будет? Нет, всегда есть. Я понял. Что у вас новенького? По новинкам. По новинкам обработали сигнализатор подвески наш. Так. Стала уже Сойка 5. Уже теперь с быстрой заменой батарейки. То есть просто выкручивается задняя ножка с платы, меняется батарейка. Угу. И поменяли наконец-то тип крепления. Не скотч, а теперь установили на удилище, сделали перехват и резиночку установили в креплении. Вот. Замечательно. Теперь просто съемная. И сделали новую походную многофункциональную автономную, что самое главное, радиоуправляемую сигнализацию. О, вот давайте рассказывай. Сигнализация состоит из приемника, включающего в себя тоже сирену тревожную. Давай, да. Вот с таких вот радиомодулей, которые могут быть установлены на любой объект на расстоянии 300 метров. Угу. Их можно подключить до 99 штук к одному приемнику, но в комплект, в базовый идет две. Угу. И идут два пультика, которыми управляется сигнализация датчика. То есть есть режим паники, можно в любой момент включить сирену. Есть режим постановки на охрану с культа. Есть режим постановки и снятия с охраны с культа. То есть вещь работает на одном элементе питания CR-123, работает там до 5 лет. Срабатывает за счет… Срабатывает за счет акселерометра, который находится внутри. То есть если приемник с сиреной поставлен тоже в режим охраны… То есть он тоже может выполнять функцию? Да, он тоже. То есть он может выполнять функцию только приемника, быть всегда с вами. А может так же как и передатчики выполнять функцию. Дальность 300 метров. Дальность срабатывания датчиков от приемника 300 метров. Дальность работы пульта 150 метров. Вот такая новиночка. Сегодня привезли. Пока продажи нет. Демонстрируем. Какая стоимость комплекта будет вот такого? Стоимость базового комплекта вот такого. Два пульта приемника и два передатчика. Если мне не изменяет память, что-то в районе 8000. То есть это на мотор, на лодку, на палатку. То есть сам приемник можно поставить на палатку. Один модуль можно поставить на лодку. Один модуль можно поставить на машину. И взять себе пультик руки. То есть слышимость на открытой местности до километра. Вот так вот. В этом году мы будем троллить с мишаней. Достаточно много планируем ходить на воде. И в первом режиме можно будет использовать его на троллинге. По крайней мере ребята, которые ходят на тихих моторах, говорят в первом режиме Ставишь, идешь спокойно. Бак запищало. Смотришь сработка. Так что вот такие вот вещички. Все, замечательно. Берем megatex.ru Ну, собственно, вы все их знаете уже. Вот сайт, ребята, megatex.ru Нас опять поймали, да? Точно. Как звать? Привет, Иван. Иван, очень приятно. Вот, нигде не спрятаться. Тем более на выставке уж точно нам не спрятаться. Правда, просто рекомендую видео, подписывай. Спасибо. Видео, огонь, освобождение. Привет. Меня зовут Никита. Я из компании Fintrero. Герасим. Спасибо, что пришел на наш стенд. Ты давно пользуешься нашей продукцией. Сейчас я пользуюсь. Уже даже несколько лет. Ты один из моих любимых блогеров. Сейчас я хочу рассказать про костюмы, которые мы обновили. Которые вы носите за долгое время. Это шутеры. В этом сезоне. Сегодня мы получаем две новых расцветки. Они обыкнутся. Она одна соленая. Это белая. И костюмы немножко обновились. Теперь они с подтяжками, чтобы штаны висели. Это, на самом деле, такое решение, которое помогает мне таскать ремень что-то. И они более надежно сидят. Но, в общем, по комфортности подтяжки отличное решение. Добавить несколько карманов. Разные усиления. Все как бы по моделям обновлено. И эта расцветка, которая, по крайней мере, мне очень нравится. Ребят, мне кажется, вот эта расцветка в Мишане под беляша подойдет. Хорошо. Он прямо на его фоне будет маскироваться. В этом сезоне мы точно хотим тебе отправить несколько вещей. Вот этих новинок. Со всеми выцеплениями, чтобы ты все попробовал и все оценил. Потому что твоя обратная связь для нас очень важна. Да, ребят, мы эти костюмы не раз уже использовали. И на Мыссу Канин, и на Кольском полуострове. И мне вот сейчас интересно посмотреть и попробовать вот такой вот вариант. Конечно, я бы еще рекомендовал все-таки сделать сюда какие-то небольшие колечки. Потому что необходимо куда это вешать нож. То есть, если нет пояса, то хотя бы какое-то колечко нужно для того, чтобы можно было зацепить ножны. Чтобы какие-то вот вещи, которые это уносит на пояс. Спасибо. У нас есть еще такой костюм. Мы тоже надеемся, что ты его пробуешь. Знаешь, что ты занимаешься как искатель, да? Погода. Погода. Который, который я люблю. Он летает на дельтаплане. У него иногда бывают в области аварийные посадки. Но он несколько рассказал мне про этот случай. И он планирует на воду. Садится на воду. Садится на воду. Включает крючок. И в принципе ждет. Надеемся на костюме. Одевая в сумму. Также костюмы они очень нравятся. Любят, например, профи Боуфроутов. 30 лет. По которым по уши надо, да. Чтобы не думать, что он зальется у тебя подсюда. Ну что ж, ребята. Достаточно большое количество новинок. Кстати, вот бейсболочки я вижу тоже новинки. И они, кстати, из мембраны. Мужик нервничает. Эти бейсболки не промокающие. Мы их еще испытаем у себя обязательно. Ну, а почему нет? Спасибо, Герасим. Почему нет? Ребят, вам спасибо. Спасибо за то, что вы делитесь с новинками в первую очередь. Спасибо за то, что вы есть и даете людям возможность кому-то изваляться в грязи, не испачкавшихся. Кому-то упасть в воду и не утонуться. Все, ребята. Мы пошли на второй этаж. Сходим, где продают деликатесы всячески. Может, что-то купим. Животы побаловать. И уже будем двигаться домой. Мишка загрустил. Я ему щуку не дал купить здоровенную. Я вам на рыбалку на Камчатку смотрю и грустил. Рыбалка на Камчатку поедем? Да. А знаешь, какая рыбалка на Камчатку? О! О! Ну вот они. Еда, еда, еда. Сейчас. Сейчас. Как я тут как-то самое. Гидровыми шишками зарядился. И наши координаты также вам дали. Где дальнейшим можете приобрести наш продукт. Спасибо. Миша. Миша, я вам себе икорки взял, а Миша, я себе бычку взял и кильки. Слушай, стосковался я по бычкам и кильки. Что-то смеётся. Давай, Миша, бери. У меня икорная диета, а у Миша не бычковая. У меня бычковая килька на бычковую. Анарочка, он не антипетал, анарочка три года, один раз поднимает. Ничего, ничего, не нужно сгибать так. Таков поставить, я думаю. Вот это. Да, вот такую баночку взял. Ну, всё, ребят. Мы всё купили. Я вон иклю тут килограмма два набрал. Гер Герычу орехов кедровых, жене кофе кедрового. Миша себе бычков купил. Окуня купил. В общем, поехали. Мы домой. С добычей. Да. Подобрали себе примерно уже лодку. Сделали какие-то намётки ещё по снастям. С удилищем я так и не решил ничего. Кстати, посоветуйте кто-нибудь не сильно длинное удилище для ловли гольца. Спинная. Вот. Мы его ловим на вертушке. Вот. С плетёнкой. Если у кого-нибудь есть мысли по этому поводу, какое оно должно быть, порекомендуйте, может, фирму. Может быть, есть производители, которые смотрят нас и хотят нам что-то предложить. В общем, ждём ваших комментариев. Ребята, всего хорошего. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Большое спасибо за ваш просмотр, лайки, комментарии, а также за то, что вы посоветовали наш канал, друзья. Мы же, в свою очередь, обещаем и дальше делать хорошие, познавательные, увлекательные видео, ну и, конечно же, показывать походы и путешествия. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.